Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 11 главу этой книги. Она начинается словами «И сказал Господь Моисею, «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда, когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда». Вот здесь вот эта фраза «Когда же он будет отпускать?» Древний еврейский оригинал этой фразы можно перевести и так. Когда он будет отсылать невесту, имеется в виду невесту. То есть обычно невесту отпускали с богатыми дарами, а фараон здесь представляется тем, который удерживает невесту. Вот, например, в книге «Бытия» 24.53 мы видим, что невесту отпускали с дарами. Невеста — это церковь, фараон — это или дьявол, или антихрист, который не хочет, чтобы церковь пережила встречу с женихом Христом. Но иногда и дьявол, и антихрист вынуждены отпускать невесту, потому что не может удержать в своих руках, но невеста всегда на востоке отпускается с дарами. И далее Господь говорит «Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской в глазах рабов фараоновых и в глазах народа». На самом деле вот этот призыв, чтобы евреи выпрашивали вещи, он имеет значение для египтян. Египтяне должны компенсировать то, что евреи нещадно эксплуатировались ими. Если люди компенсируют тот ущерб, который они кому-то нанесли, то ответственность за вину отчасти с них снимается. «И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которые при жерновах, и все первородное из скота». Давайте посмотрим, что Исидор Сивильский пишет по поводу этой последней казни. В конце уничтожаются первенцы египетские или принципат и сила и правителей этих сумерок мира или основатели и изобретатели ложных религий этого мира, которых уничтожила истина Христа вместе с их основателями. То есть египетская цивилизация, она породила суеверие, оккультизм, религиозные заблуждения, и все это уничтожается вместе с Египтом. Шестой стих. «И будет вопль великий по всей земле египетской, какого ни бывало и какого ни будет более». Уничтожение первенцев Египта, если под фараоном мы понимаем аллегорически дьявола, то первенец дьявола – это Антихрист. И Христос, совершая последнее освобождение народа Божия, убьет Антихриста дыханием уст своих, и это будет полное освобождение, прекращение царства Антихриста. И далее читаем седьмой стих. «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Вот этот такой образ яркий, даже пес не пошевелит языком своим, не то чтобы начнет там тявкать или обрехать, когда Господь заступается за своих. Сейчас мы слышим, как идет этот лай в сторону церкви, оглушительный, визгливый, надрывный, но когда Господь начнет вершить свои суды, тогда действительно пес даже языком не сможет пошевелить, тем более вякать на святую церковь. «И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я выйду, и вышел Моисей от фараона с гневом». То есть, сказав все эти слова, он выходит с гневом. «И сказал Господь Моисею, не послушал вас, фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской». Здесь вот очередность событий, такая угроза, такое предостережение. Казалось бы, если дети – это самое дорогое в жизни, то египтяне должны были бы задуматься. Такая угроза надвисла над ними, но они проявляют жестокосердие. Вот это жестокосердие, что интересно, проявят те люди, которые примут печать Антихриста. Святые отцы говорят, что вот когда уже и Антихрист будет убит, когда уже воскреснет и Илья, и Инох. И вот прям должен Христос входить со святыми в реальность этого мира, будет некая пауза, некая пауза, тишина на небе возникнет. Это будет последняя возможность кому-то покаяться, даже из слух Антихриста. Но принявшие печать настолько ожесточатся от этой печати, что они будут сыпать проклятиями на входящего Христа в реальность этого мира. И вот неспособность фараона, его клики раскаяться – это характеристика нечестивцам последних времен. «И вышел Моисей от фараона с гневом и сказал Господь Моисею, «Не послушал вас, фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Арон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараонова, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». И вот это окончание этой короткой главы, всего 10 стихов, но это как бы такое некое затишье перед чем-то более чем грандиозным. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 12 главу этой книги.